На этой неделе пришла новость, которая вызвала в мире искусство переполох и в России и за рубежом. В знаменитом Пушкинском музее революция. Должность директора покидает Ирина Антонова. А ведь ее считали незаменимой. О том, как меняется власть в Пушкинском, наш корреспондент Роман Никифоров. Сегодня Ирине Александровне 91 год. Музей она возглавила более полувека назад, в далеком 61-м, когда Гагарин полетел в космос и сделала из Пушкинского бренд с мировым именем. Менялась страна, но неизменными оставались очереди возле музея. Все самые крупные явления современного искусства начинались в нашем музее, прошли через наш музей. Это известно. Антонова не боялась экспериментировать. Для широкой публики советской, а потом и российской, многое было настоящим откровением. Сюда впервые привезли Джоконду. Здесь хранится золото Шлимана. Кто-то вспоминает работы Энди Уорхола, кто-то Марка Шагала. Это он рисовал Ленина вверх ногами. А еще были Малевич, Кандинский, Матис. Экспозиции Москва-Париж и Москва-Берлин. Будь это хоть черный квадрат, все равно надо понимать его трагическую вещь. Это манифест, но трагический манифест. Надо это понимать. А если просто взглянул, как интересно, темная заслонка. Это все ерунда. Это можете идти мимо. В Игорь Александре принадлежит мысль, очень важная, ввести русское искусство в конец мирового искусства. То, что мы начали делать уже в 90-е годы прошлого века, она делала в 60-е. В 60-е годы музей Пушкина в Москве играл такую же роль, как театр на Таганке, современник. Это было место такой серьезной, либеральной, художественной мысли. По иронии судьбы, именно русское искусство стало яблоком раздора между Пушкинским музеем и Эрмитажем. В начале этого года разгорелся конфликт. Москва захотела вернуть картины импрессионистов коллекции москвичей Щукина и Морозова из Питера. Когда-то вся коллекция знаменитых меценатов хранилась в Музее западного искусства в столице. Но в 48-м году музей закрыли, а работы разделили. И вот итог. Полотно Пуссена – пейзаж с полифемом в Петербурге, а его же пейзаж с геркулесом в Москве. Хотя по замыслу художников это диптих, то есть работы можно воспринимать только вместе. Антонова напрямую обратилась к президенту с предложением воссоединить коллекцию, но ее не поддержали. Я убежден, что тогда в 48-м году была совершена большая ошибка. Не надо было ликвидировать этот музей. Но я, честно говоря, не уверен в том, что исправление ошибки не может стать еще большей ошибкой. Именно в этом конфликте некоторые комментаторы и усмотрели причину ухода. Мол, Антонова проиграла, потому и написала заявление. Другие же говорят про ее почтенный возраст. Моя мама прожила 100 лет и 5 месяцев. Вот если я достигну ее результата, я буду вполне улетворена. Впрочем, в Пушкинском специально для Антоновой вводится новая должность президента. Ее же место займет галерист и искусствовед Марина Лошак. До этого она была арт-директором Манежа. В культуре нужны агенты изменений. Вот Марина была таким заметным агентом изменений в Москве. Она полностью изменила Манеж. Выгнала оттуда с нашей помощью и ярмарки меда, ярмарки шуб, большое лобби различных торговцев, которые там находились. Сделали это реально большое выставочное пространство. Как будет складываться ваша дальнейшая с ней работа? Я думаю, счастливо. Кандидатуру нового директора, как известно, предложила сама Антонова. Обещала помочь и поддержать. Обещала также поделиться опытом и связями. Конечно, Ирина Александровна могла снять трубку и позвонить директору Лувра, министру культуры Франции или Германии. И на том концу телефона всегда взяли трубку мгновенно. Понятно, что у Марина Лошак такого авторитета нет. Она меня ведет в ту элиту музейного сообщества. Познакомлюсь с директорами крупнейших музеев, благодаря которым можно осуществлять все фантастические выставки, которые проходят в Пушкинском музее. Новые выставки, кстати, уже готовятся. Но главная задача нового директора – создание музейного городка вокруг Пушкинского. И если он появится в Москве, значит, Ирина Антонова сделала правильный выбор. Роман Никифоров, Надежда Уткина, Константин Габов, Андрей Соколов и Светлана Соломатина. Программа «Вместе. Россия». Роман Никифоров, Надежда Уткина, Константин Габов, Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...